Доброе утро, дорогие друзья! Ну что ж, как и обещали, сегодня в эфире мы научимся, наконец, макияжу правильному. Вот тому самому, благодаря которому можно привлечь разновозрастных мужчин. Вот ради этого я проснулся сегодня, понимаешь? Чтобы научиться макияжем. Итак, в нашей студии сегодня присутствует визажист Анна Филина. Здравствуйте. Так, и с вами вместе модель. Со мной вместе не просто модель, со мной вместе моя коллега, партнер по студии макияжа Smart Beauty Studio Мария Висканова. Девчонки, привет! Привет! Ну, давайте, рассказывайте, что за повод сегодня встретиться? О весеннем макияже будем разговаривать. Да, будем говорить о трендах и тенденциях макияжа в сценарии 2014. И сейчас мы уже почти подготовили кожу Маши к этим трендам. Вот, сейчас только немножечко. Кстати, один из трендов в макияже – это брови. То есть, хорошие... Хорошие брови. Хорошие брови – это тренд. Хорошие заболеванные брови, четкие, широкие, яркие. Я понимаю, что это такой отсыл к 60-м, к Леониду Ильичу. Такие вот, хорошие брови такие. Анна, подожди. Тогда нужны какие-то, я не знаю, 2-3 правила. Как определить, хорошие ли брови у меня, у Саши Тарасова, у Ильдера Степанова, у наших телезрителей, в конце концов? Как узнать? Все на самом деле просто. Брови должна начинаться в том же месте, где у вас начинается внешний угол глаза, да? Заканчиваться она должна по линии, проведенной от крылья носа через внешний угол глаза, да? Сейчас мы выяснили, что моя бровь не что-то должна, это уже как бы хорошо. Ну и у любой брови есть точка подъема. То есть, когда вы проводите линию через крыло носа и зрачок, это и будет точка подъема. Так, то есть, по трем точкам. По трем точкам. Раз точка, два точка, три точка. Соединяя их, получаем бровь. Нельзя просто брови с тебя. Саша, нет, нельзя, это важно. А, хорошо, как выбрать цвет для бровей? Здесь следующее правило действует. У блондинок, например, как у нас с тобой, Юль, цвет бровей может быть чуть темнее на тон 2, да? У брюнеток, наоборот, на тон светлее. На тон, на полтона светлее цвет бровей. Идеально, хорошо. Раскрашивайте даже. Брови разбрались. Что у нас есть еще важного в макияже, на что мы обязательно должны обратить внимание? Мы, я имею в виду, женщины, вот сегодня собираясь на работу. Обязательно нужно обратить внимание на свой тон лица, на свето-теневую коррекцию. Это как раз, когда мы выделяем скулы, да? Делаем лицо более скульптурное, более рельефное. Мужчины выключились из процесса. Что значит, свето-какую коррекцию? Свето-теневую. Я со временем еще придумал Кевина Коун. Если бы я не знал, что это такое, я знаю, потому что у меня за плечами... Театральный стыд? Да, вот только мы делаем коррекцию артисты, как сказать, густо, чтобы, так сказать, было прямо видно. Прямо видно? Прямо... Что-то рельефное. Так, мы определили, значит, нужно обязательно сделать цветокоррекцию, то есть выделить румянами щечки, нарисовать, так сказать, свежесть. А румяна, кстати, как правильно выбираете? Тоже по тону кожи, я не знаю, по цвет глаз, по цвет волос? Ну, скажем так, есть некоторые определенные линейки, да, которые имеют определенные цвета, да, универсальные, скажем так. То есть такие есть у Make Up For Ever, у Tom Ford, если мы говорим о люксе, которые идеально подходят. Например, у Tom Ford это второй оттенок, ну, просто супер. Кроме 300 рублей заплатил Tom Ford наши гости за рекламу собственного бренда. Алло, вы пойдете на областное телевидение, вы не могли бы там немножко пару раз просто озвучить? Сказали о Tom Ford, ну, блин, идеально, воскосили. Вот. Также одним из элементов в сиянии кожи лица является хайлайтер. Хайлайтер это такая штучка, которая мерцает, блестит и дает, опять же, такое интересное свечение кожи лица. А у меня такой вот вопрос, количество солнца, оно бывает, бывает темно, бывает светло, пасмурно, там, неважно. Зависит каким-то образом макияж от количества солнца на улице? Вот сейчас задача. Знаешь, нет. Нет, никак? Нет. То есть не надо там больше мазать тона, если... Ну, нет, нет, солнце это же естественный источник света, правильно? Это, как бы, скажем так, насыщенность от макияжа зависит, когда мы говорим о студийном свете. Например, трог сейчас здесь или когда мы на фотосессии находимся, ну, на более таких съемках. Дорогие друзья, Саша, подожди, давайте мы сейчас прервемся на события, передадим слово в студию программы событий. Продолжим пока дорисовывать весенний макияж. Если вы прямо сейчас собираетесь вместе с нами на работу, то, напомню, вы за время события должны нарисовать брови и румяна. И мы вернемся и расскажем, я так понимаю, о губах. Видите, такая ситуация, значит, мы с тобой, как выяснилось, очень низкого расточку. И что? Низкого расточку. Это как-то можно бровями, нет? Бровями это нельзя потянуть, да. Да, сейчас, Виктор, мы с тобой пойдем в люди, пойдем к двум прекрасным визажисткам и выясним, насколько мы с тобой низкого расточку. А ты знаешь, я-то не против, только можно вот я к той, которая сидит, ладно, чтобы не сильно унижаться? А вот я-то к той, которая стоит. Вот сейчас мое мужское эго сжалость. А мое, знаешь, так ничего, ты на носочки перестанешь. Ну, только разве что, разве что как-то так, как-то так. Хорошо, неплохо смотришь. Как вы с таким ростом живете? Это же вообще. Мария, ну представьте, чтобы унизить еще и пора задать. Да нет, ну что такое, я эту табуретку сейчас по назначению так использую. Спасибо огромное. Лампочки вкручивать в люстры хорошо. Не, ну между прочим, у них есть небольшие способствующие вот-вот вот это. Способствующие вот это. Спасибо огромное. Мы вернулись в студию для того, чтобы завершить разговор о тенденциях дневного, я так понимаю, да, весеннего макияжа. Да. Это прямо такой, прямо, прямо такой? Это прямо такой, да. В смысле, густой, крупными мазками? Ань, расскажи, что ты успела сделать за время событий. Итак, за время событий мы успели сделать следующее. Мы нанесли, мы дорисовали наши брови, да, мы нанесли оранжевую помаду, оранжевая, это тренд, яркая оранжевая помада, ее нужно использовать, можно использовать весной, летом, девочки, активно, потому что солнце, все это как раз способствует таким насыщенным оттенкам, да. Также блестки, то есть металлический макияж, золото, серебро, все это тоже будет очень актуально летом, на пляже, поэтому очень рекомендую. Вот эти вот россиянки знаменитые в помаде, в блестках на пляже, как они мне нравятся. Ну, блестки спасут мир, да. Класс. Класс. А сейчас какие-то последние штрихи, да, это делаете? Сейчас, да, немножечко бывает такой момент, когда нужно подубрать излишки макияжа, как-то вот так вот взять, смахнуть все кисточкой, и все, этот вариант хорош тем, что его можно как и днем, так и на вечер использовать. Например, если мы добавим чуть больше блесток, углубим глазную вкладку, это вечерний вариант. Также оранжевый цвет, да, бывает такой вопрос, что идет там только брюнеткам, либо и блондинкам тоже. Ну, как вы видите, у нас индичная помада, да, как бы все хорошо, все в порядке, идет и мне, и Маше. Поэтому без проблем можете использовать, в повседневном макияже всегда будете выглядеть модно, актуально и интересно. Итак, для наших телезрительниц, хочется телезрительниц подвести некий итог. Значит, сегодня, собираясь на работу, в институт, я не знаю, на учебу, да просто гулять с ребенком по городу. Например, да. Значит, что важно сделать? Важно сделать тон, важно сделать брови, румяна, оранжевую помаду и чуть-чуть блестящих теней. Все правильно. Спасибо большое, советы были сегодня от двух замечательных девчонок, очень высокого роста, Аня и Маша, потрясающие визажисты. Спасибо вам огромное за то, что вы к нам сегодня заглянули.